Старый Вильнюс Однако об этой истории знают все. Нас же интересовали самые необычные. Барбакан или Бастей. Появился Василиск в заброшенном подвале после пожара. Его победили с помощью зеркал, которыми был облеплен один приговоренный к смерти преступник. Он спустился в подвал. Василиск увидел собственное отражение в зеркале и пал замертво. А у Василиска надо сказать, что это как его изображали обычно. Это что-то вроде то ли ящерицы, то ли какого-то змея с ногами, с головой как у жабы и с гребнем как у петуха на голове. Из устной речи эта легенда попала в литературу. Уже в конце 18 века территория Бастеи была превращена в городскую свалку, а ее рвы и каменная кладка засыпаны. Сегодня же от Бастеи остались лишь легенды об обитавшем там Василисский и подземном тоннеле, соединявшем Вильнюсский и Тракайский замки. Да, конечно. Даже про сам этот Барбакан была такая версия, что оттуда будто бы идет подземный ход, который один спускается вот сюда к речке, к Вильню, а другой прямо отсюда буквально ведет в Тракайский. Часть правды в этом есть, потому что там под Барбаканом действительно была такая система подземных коммуникаций. Гуляя по центральным улицам нашей столицы, мы редко задумываемся, почему, например, отличается по цвету выложенный вдоль дороги камень. Оказывается, на это тоже есть своя причина. К середине 19 века это были практически руины на месте бывшей Пятницкой церкви. А когда генерал-губернатор Муравьев решил придать городу такой истинно русский православный характер и принялся восстанавливать старинные православные церкви, то, среди прочего, взялся и за эту Пятницкую церковь. Закончилась реставрация, реконструкция этой церкви уже после него, но полным подом шла в его правлении, и потом люди удивлялись, почему так дорого обошлась эта реконструкция. Ответ простой, потому что для того, чтобы эта церковь заняла подобающее такое место, чтобы она была видна, чтобы она доминировала в этой городской среде, по распоряжению Муравьева были выкуплены жилые дома, которые ее загораживали, и чтобы она оказалась таким центром на этой такой образовавшейся площадке, дома были выкуплены и разобраны. И только все, что нам напоминает об этой прежней этой линии домов, так ну вот это вот плитка другого цвета. Казалось бы, живущий в Вильнюсе с детства знает каждый уголок города. Но отойдя чуть левее от Пятницкой церкви на улице Пелес, все же есть кое-что вечно скрывающееся не под завесой тайны, как говорят в народе, а всего лишь за серым забором с фотографиями Вильнюса. Ну, наверное, есть такая правда в том, что очень часто христианские храмы сооружались в тех самых местах, в которых перед этим были какие-то языческие святилища. В этом месте самые первые такие краеведы, самые первые историки Вильнюса писали о том, что Пятницкая церковь была построена в том самом месте, где в старину было святилище бога пьянства Рогутиса. То самое место, где мы сейчас стоим, такое отмеченное чуть ли не жертвенником, да, святилище этого бога пьянства. Когда сюда не придешь, вечно тут какая-то лампадка горит, но и раз придешь, то и несколько свечек поставлено вокруг, что говорит о неискоренимости каких-то языческих корней у добрых виленчан. А вот этакий зигзаг между зданиями Вильнюсского университета и президентским дворцом. Оказалось, что никакой легенды здесь нет, а лишь обычная человеческая оплошность архитектора. В одних и тех же покоях сначала Александр останавливался, потом Наполеон, потом опять Александр. Но дворец все-таки был не такой роскошный, как сейчас. И по распоряжению Александра петербургский архитектор придворный Василий Стасов спроектировал новый дворец. По плану, который для него снял местный архитектор, профессор Вильнюсского университета Кароль Почешинский. План оказался местности не очень точный. И поэтому, когда стали строить дворец уже по проекту Стасова, а строили его долго, начинали при Александре, а закончили при Николае, то оказалось, что правое крыло выходит прямо впритык к зданиям университета. И практически лишает эту улицу какого бы то ни было коммуникационного значения. Генерал-губернатор не решился корректировать утвержденный в Петербурге план. Поэтому было решено разобрать часть университетского здания. Именно поэтому на этой улице и появился странный зигзаг. И это не единственная странность этого места. Уже в 17 веке епископ Валерий Протасевич, стараниями которого в частности был и университет основан, пригласил сюда монахов-бонифраторов. И монахи построили костел, известный сейчас, вот костел святого креста, более известный как костел бонифраторов. Рядом с ним монастырь, а и кроме того в комплексе этих монастырских зданий была и больница для душевнобольных. А этот сумасшедший дом так и оставался. И вот вплоть до конца 19 века так и действовал в таком странном соседстве. С одной стороны, самое такое репрезентативное здание в городе, резиденция генерал-губернатора с памятником Михаилу Муравьеву. Рядом с ним сумасшедший дом, который здесь так и действовал до 1903 года, пока не построили самую большую в тогдашней Российской империи психиатрическую лечебницу в Новой Вильне. Историческая часть Вильнюса охраняется ЮНЕСКО. Ответить однозначно, какая достопримечательность является самой-самой в столице Литвы, невозможно. Простая прогулка по узеньким средневековым улочкам способна превратиться в увлекательный урок истории.